Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по книге Иова. Сегодня мы будем рассматривать пятую главу этой книги. Что мы здесь находим? Чтобы подтвердить свое обвинение против Иова, Елефас в предыдущей главе сослался на Слово с небес, посланное ему как видение. В этой главе он взывает к свидетелям на земле, к святым верным проповедникам Божьих истин во все века. Они как бы могут подтвердить, что грех приводит грешников к погибели. Это со 2 по 5 стих, 5 главы. Далее, скорби — общий удел всего человечества. Это 6 по 7 стих. Далее, когда нас постигает скорбь, то наш долг и наша мудрость состоит в том, чтобы обратиться к Богу, ибо он может и готов помочь нам. Это с 8 по 16 стих. И далее, как уточняют экзегеты, достойно переносимые скорби благополучно заканчиваются в частности. «Если бы Иов пришел в лучшее расположение духа, то смог бы убедиться, что у Бога припасена для него милость». Об этом 17 по 27 стих. Таким образом, Елефас завершает свою речь в более позитивной тональности, чем то, как он ее начал. Итак, в этой главе он взывает к свидетелям на земле, к святым верным проповедникам Божьих истин во все века. Можно предположить, к святым и на небе, и на земле. Итак, мы читаем первый стих пятой главы книги Иова. «Взывай, если есть отвечающий тебе, и к кому из святых обратишься ты». То есть здесь речь идет о том, что когда есть возможность взывать к Богу, надо взывать. А вот эта фраза «и к кому из святых обратишься ты», в понимании многих экзегетов речь идет об ангелах. А кто из ангелов поможет тебе, если Бог отвергнет твое прошение? Как бы такой смысл. Епископ Ириней Орда пишет, «Поэтому напрасно Иов будет обращаться к кому-нибудь сильному или святому, несчастье неизбежно преследует нечестивца, если даже временно он благоденствует, то быстро и погибает со всем своим домом. Правда, всякий человек от рождения своего обречен на страдание, но молитва Господу всемогущему и праведному избавляет богобоязненного, и только нечестивые и лукавые бывают окончательно неизвергнуты. Постигающие же праведников беда, страдания должны быть принимаемы с радостью, как залог будущего благоденствия». Так говорит опыт, заключает Элифас, и сообразно с этими указаниями Иов должен обсудить свою жизнь. В толковой православной Библии говорится о том, что святые, то есть ангелы, смотрите Иова 15.15, Псалтырь, 88-й псалом, 7-го по 8-й, книгу пророка Даниила с 8-го главы, 13-й стих. «Но даже они нечисты в очах Божьих». Иов 4.18, потому что Господь и в ангелах усматривает недостатки, следовательно, они не могут допустить мысли о безгрешности низшего по сравнению с собой существа, человека, поэтому ни один из них не поручится из-за него. Иова, за его невинность, незаслуженность наказаний, у Иова нет защитников, ни среди людей, об этом говорится в 4-й главе, 7-го по 9-й стих, ни среди небожителей, то есть ангелов. Поэтому конструкция вот этого стиха «взывай, если есть отвечающий тебе», «и к кому из святых обратишься ты», можно понять это как, да, ты можешь обращаться к ангелам, но помогут ли они тебе? можно понять и так, «взывай, если есть отвечающий тебе, это Бог, который ведет диалог со всем творением, и к кому из святых обратишься ты, едва ли тебе могут помочь ангелы, если не будет на то воли Божией». Потому что говорить о святых в ветхозаветные времена достаточно сложно, потому что святых не было. Иногда люди спрашивают, а почему в Иерусалимском храме были изображения только ангелов? На всех стенах храма кругом были изображения херувимов. А потому что люди тогда не могли стяжать святость, а ангелы были святыми. А люди обретают святость только заслугами Иисуса Христа. И, как я уже сказал, со 2 по 5 стих говорится о том, что грех приводит грешников к погибели. Здесь как бы Элифас, он продолжает развивать свою мысль, и в этой главе он говорит более правильно, чем в предыдущей. И мы читаем 2-й и 3 стих. «Так глупца убивает гневливость и несмысленного губит раздражительность». Действительно, глупца убивает гневливость, потому что только глупец может проявлять гневливость, которая не будет никак и ничем ограничена. В Библии гнев ограничивается заходом солнца. То есть за это время, как гнев проявился, и до захода солнца надо этот гнев успокоить. «Так глупца убивает гневливость и несмысленного губит раздражительность». А раздражительность, она имеет несколько причин. Это может быть здоровье человека. Например, мы поставили тяжелый диагноз, и он становится очень раздражительным, даже опасным для окружающих. Далее Лефас говорит, «Видел я, как глупец укореняется, и тот час проклял дом его». О чем идет речь? О том, что глупец – это тот, который укореняется именно в гневливости. Об этом прочитали во втором стихе. И тот дом, который строится на гневливости и на раздражительности, он заслуживает проклятия, потому что это не творение Божие. Поэтому здесь мы прочитали, «Видел я, как глупец укореняется, и тот час проклял дом его». Дом его, то есть дело его, потому что дом по-еврейски «бейт» может означать и дом учения, и то дело, которое совершает человек. Далее, 4-5 стих. «Дети его далеки от счастья». Если отец исполнен гневливости и раздражительный человек, а в Библии сказано, «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших», то понятно, что дети его далеки от счастья, их будут бить у ворот и не будет заступника у ворот, это место суда, то есть когда их будут судить, никто не будет за них заступаться, потому что их отец гневливый и раздраженный человек. «Жатву его съест голодный, изотерно возьмет ее, и жаждущие поглотят имущество его». То есть рано или поздно его дом сокрушится, по сути дела, человек, который пребывает в гневливости и в раздражении, он идет суицидальным путем, и ничего не останется от его дела, потому что то, что основывается на гневливости и раздражении, это не на Христе. Устоять может только то, что основано на Боге, а Бог есть любовь. «Жатву его съест голодный, и из терна возьмет ее, то есть его жатву, если она даже будет в каком-то терновнике, оттуда вытащат и все сберут». Святитель Иоанн Златоуст пишет, это его гамилия на книгу Иова, «Мудрый, тщательно исследует все это», то есть божественный закон, «а глупый ничего этого не замечает». То есть глупый он ведом не заповедями Божьими, а какими-то своими инстинктами. «А глупый ничего этого не замечает». Далее Златоуст пишет, «Это означает, что Бог убивает гневом безумного, а заблуждающегося умершвляет ревность Божия». Не в том смысле, что это как бы инспирирует Бог, а в том смысле, что Бог соглашается с тем выбором, который делает человек. Если человек избирает путь гневливости и раздражения, Бог оставляет его с тем, что он избрал. Златоуст рассуждает далее, то есть слова «гнев убивает безумных», он говорит, то есть Элифас, как мне кажется, о грешниках. «Безумного, говорит, убивает гнев, а с разумным ничего не происходит, ибо тут нет места гневу». И мы читаем в послании Иакова, брата Господня, 3 глава, 2-й, 3 стих, здесь говорится о том, как можно обуздать гневливость и раздражительность. «Ибо все мы много согрешаем, кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело». «Вот мы влагаем у дела в рот коням, чтобы они повиновались нам и управляем всем телом их». То есть если мы контролируем свою речь, мы можем контролировать все свои действия. И я всегда людям гневливым даю совет, тем, которые слишком раздражительны. Как только вы чувствуете, что гневливость и раздражительность подошли к вам, начинайте говорить медленно. Потому что, когда человек говорит медленно, как минимум он может контролировать то, что он говорит и останавливать эмоциональный фон, дурной фон, который порождается от гневливости и как результат ее раздражительности. Далее говорится о том, что скорби – общий удел всего человечества. Это 6 по 7 стих. И мы читаем пятую главу книги Иова, 6-7 стих. «Так не из праха выходит горе». Из праха был создан человек. «Так не из праха выходит горе, и не из земли вырастает беда». Потому что все, что Бог создает, оно весьма хорошо. «Но человек рождается на страдании как искры, чтобы устремляться вверх». То есть в результате грехопадения человек, как Псалом Песец даёт и рассуждает, «в беззаконии зачат я, в грехе родила меня мать моя». То есть уже как бы он инициирован грехом. Но вот это стремление вверх, оно тоже врождённое в человеке. И мы как искры, чтобы устремляться вверх. Говорят, что когда Витус Беринг, известный российский путешественник, географ, умирал, вот им как раз читали эти слова из книги Иова. Ефрем Сирин объясняет, «И птенцы поднимут перья свои над ним». В нашем переводе «как искры, чтобы устремляться вверх». А пишет то, это перевод, которым пользовался Ефрем Сирин, «И птенцы поднимут перья свои над ним». И Ефрем святой объясняет. Эти слова указывают на то, что грех является причиной страданий, которые терпит человек. В другом смысле мы можем понимать так, ангелы, как сыны крылатые, посланы Богом либо для нашего исправления и наказания, когда мы совершаем преступления, либо для защиты и спасения нас, когда мы раскаялись. То есть наше стремление вверх, как искра из костра, она поднимается и быстро гаснет. Но вот ангелы, они могут оценить наше стремление вверх, а стремление к чистоте заложено в каждом человеке, как и Христос говорил, «Царствие Божие внутрь вас есть», ангелы могут это поддержать. «Далее, когда нас настигает скорбь, то наш долг и наша мудрость состоят в том, чтобы обратиться к Богу, ибо Он может и готов помочь нам». Вот так оценивают экзегеты стихи с 8 по 16, 5 главы. И мы читаем эти стихи. «Но я к Богу обратился бы, предал бы дело мое Богу». Элифас говорит, что в такой беде, в какой ты, Иов, оказался, «но я к Богу обратился бы, предал бы дело мое Богу». Потому что ангелы не будут помогать, так как они ничего не делают без позволения Бога. Далее говорится о Боге, «Который творит дела великие и неследимые, чудные, без числа». Чудные, что это значит? Это значит, что непредсказуемые какие-то… Господь может производить действия, то есть даже такое, на что мы никогда не надеялись. «Дает дождь на лице земли и посылает воды на лице полей». То есть, если Бог заботится о земле, о полях, уничиженных поставляет на высоту, и сетующие возносятся во спасение, то тем более он поможет уничиженным и сетующим, то есть тем, которые в крайнем тяжелом положении, они начинают сетовать. Он разрушает, то есть он, Господь, разрушает замыслы коварных, и руки их не довершают предприятия. Замыслы коварных, коварные – это злодеи, что такое коварство? Это не просто хитрость, это хитрость, которая имеет целью совершить что-то противозаконное. Он разрушает замыслы коварных, и руки их не довершают предприятия. То есть, они могут учинить что-то коварное, но они даже не доживут до конца того, что они учинили. Потому что вскую трудятся строители, если Господь не благословил созидание дома. И хотя в Синодальной Библии сказано «построил Каин город», на самом деле он не построил, а начал строить, а довершить не смог. Потому что любое злое предприятие, оно останавливается Богом, и руки их, то есть коварных людей, не довершают предприятия. Они умирают, и все. Он, то есть Господь, уловляет мудрецов их же лукавством, и совет хитрых становится тщетным. Мудрецы уловляются лукавством. Это значит, что их мудрость, она основана не на подлинных знаниях, которые мы можем получить из Священного Писания, а на неких таких лукавых изворотах. И совет хитрых становится тщетным, то есть каждый человек будет наказан своим собственным грехом. Ложный мудрец своим лукавством, хитрый, не увенчается успехом, все это тщетно. Днем они встречают тьму, и в полдень ходят ощупью, как ночью. То есть они лишены света даже днем, и в полдень, когда, казалось бы, солнце светит с такой яркостью, ходят ощупью, как ночью. Это как раз те, которые имеют глаза, но не видят, имеют уши, но не слышат. Это мудрецы века сего. Далее говорится о Боге. Он спасает бедного от меча, от уст их и от руки сильного. Здесь очень интересная такая комбинация. Господь спасает бедного от меча, от агрессора. Вот если проанализировать войны, которые велись на нашей планете за последние 50 лет, эти войны были инспирированы банкирами. Каждая группа этих банкиров отстаивает свои какие-то интересы. Но для того, чтобы обосновать эти войны, они притягивали какие-то идеологические, основанные на фейках обоснования. И Господь спасает бедных от меча и от уст их. Что значит спасать от их уст, от их фейков, от их заблуждений? Потому что иногда человек с полным доверием относится ко всему, что он слышит, особенно по телевидению. Это, кстати, рецидив постсоветского восприятия. Мы привыкли в советское время, что что-то говорят по телевидению. Это очень обдуманно, очень серьезно. И от руки сильного. Сильный – это эксплуататор, притеснитель, который эксплуатирует бедного и нищего. «И есть несчастному надежда, и неправда затворяет уста свои». Так как последнее слово сохраняется за Богом, «есть несчастному надежда», то есть угнетенному, страдающему, и неправда затворяет уста свои. В каком случае неправда затворяет уста свои? Перед Словом Божиим, перед величием библейского откровения, которое сокрушает наши всякие измы. В толковой православной Библии говорится, «Если в природе человека коренится склонность ко греху, то Иову не составляет особенного труда сознаться в своей греховности перед Богом и просить у него прощения». Так рассуждения 6-7 стиха подготовляют положение 8-го. Вместо того, чтобы роптать, Иов должен смириться и обратиться к Богу. Хотя друзья Иова, которые ведут с ним диалог, они не так совершенны, как сам Иов, но часто через них говорит премудрость Божия. Святитель Григорий Двоеслов, Папа Римский, объясняет 16-й стих, «И есть несчастному надежда, и неправда затворяет уста свои». Григорий Двоеслов или Григорий Великий пишет, «Ибо когда бедный человек спасен, нищие восстанавливаются в надежде, ибо верующие с ужасом тревоги видели нашего Искупителя умирающим, но устанавливаются опять по его воскресенье». Здесь святитель Григорий называет несчастных, нищих, то есть тех, которые видели смерть Христа, в которого они уверовали. Но вторая часть 16-го стиха «И неправда затворяет уста свои перед чудом его воскресенья». «Верующие с ужасом тревоги видели нашего Искупителя умирающим, но устанавливаются, то есть восстанавливаются опять по его воскресенье, ибо самыми первыми из его нищего народа были избранные проповедники, то есть апостолы, чтобы были поражены, увидев его смерть, но восстановились по его воскресенью». Действительно, ученики Иисуса Христа, это рыбаки, пастухи, там один мытарь затесался, один скинхед, Симон Зелот, ну, в общем-то, простые люди. «Когда же бедный человек спасен, мы спасаемся, даже оправдываемся воскресеньем Христа, нищие восстанавливаются в надежде, ибо Господь снова воскресает во плоти, и каждая верная душа укрепляется, чтобы иметь уверенное ожидание вечной жизни». То есть, да, мы понимаем, что все мы умрем, это неизбежно произойдет, там есть одно исключение, но сейчас не время об этом говорить, но Господь тоже умер, но Он и воскрес, показав нам, что нас ожидает. И святитель Григорий Великий далее пишет, «Но теперь истина, то есть Христос, уже пришла в открытом проявлении, Он уже претерпел смерть плоти, и после ее уничтожения, смертью смерть попрал, и после ее уничтожения снова воскрес, и уже слава Вознесения возвысила Его воскресение». И все же язык иудеев пока не перестает поливать Его, то есть Христа, оскорблениями, и Он действительно переносит их с терпением, то есть даже сейчас, чтобы таким молчанием Он мог обратить некоторых, а других, которые отказываются быть обращенными, Он мог в один прекрасный день постигнуть строгими наказаниями, ибо язык неверующих тогда анимеет от их привычки к необузданной речи, когда он увидит, то есть человек увидит, что он, Христос, идет как справедливый судья, тот, кого теперь они судили несправедливо. То есть иудеи когда-то осудили Христа, но в своем втором пришествии именно Христос придет судить живых и мертвых. Здесь очень важный такой аспект в толковании Григория Великого, что Христос не отвечает на те оскорбления, которые люди произносят до сих пор по отношению к нему, потому что он ждет обращения некоторых из них. Далее идет тема о том, что достойно переносимые скорби благополучно заканчиваются, в частности, если бы Иов пришел в лучшее расположение духа, то смог бы убедиться, что у Бога припасена для него милость. То есть мы должны ждать в страданиях, в бедствиях, в катаклизмах, что последнее слово за Богом. И вот с 17 по 27 стих об этом говорится. «Таким образом Елефас завершает свою речь в более позитивной тональности, чем начал». И мы читаем эту речь дальше. «Блажен человек, которого вразумляет Бог, и потому наказание вседержителево не отвергай». То есть Бог иногда вразумляет нас через наказание. И Бог посылает нам те или иные наказания, которые точно соответствуют тому дурному, что мы совершили. Например, если у нашего соседа разруха, пожар, обнищание, грабители напали, вооруженные, а мы спокойно на это смотрели в течение нескольких лет и лет, потом это приходит к нам. Загорелся наш дом, на нас напали какие-то вооруженные разбойники, происходят какие-то катаклизмы, наводнения вместе с пожаром. Это потому, что мы спокойно смотрели на бедствие соседа. Но это не значит, что те, которые нападают на нас как бы в отомщении Божие, они сами не будут наказаны. Они тоже будут наказаны. Как есть такой древний мидраж, один мудрец еврейский шел по берегу Иордана, я уже об этом как-то говорил, и он увидел, плывет череп, обращаясь к этому черепу в присутствии своих учеников, он сказал, «Ты утопил, зато тебя утопили, но утопившие тебя тоже будут потоплены». «Итак, блажен человек, которого вразумляет Бог и потому наказание вседержителево не отвергаясь». Господь нам что-то попускает, то это что-то, оно строго пропорционально тому, что мы совершили. «Ибо Он, то есть Господь, причиняет раны и Сам обвязывает их, Он поражает и Его же руки врачуют». То есть тот, кто причиняет нам раны, он же и обвязывает их, тот, кто нас поражает, Его же руки нас врачуют. «В шести бедах спасет тебя, и в седьмой не коснется тебя зло». В шести бедах число шесть означает земную полноту, а уточнение «и в седьмой не коснется тебя зло». То есть Бог спровождает нас не только в этой земной жизни, но и в будущей. «Во время голода избавят тебя от смерти и на войне от руки меча. От бича языка укроешь себя и не убоишься опустошения, когда оно придет». Вот язык все время как некий бич, как некое нападение, как некое оружие. И вот мы это как раз понимаем, мы живем в эру фейков, когда нельзя верить никакому телевидению, никакой передаче, истина где-то посередине. «Опустошению и голоду посмеешься, и зверей с земли не убоишься». То есть когда Господь укроет нас от океана лжи, мы, по крайней мере, будем понимать, почему опустошение, голод, почему звери земные, то есть жестокие люди начинают действовать. «Ибо с камнями полевыми у тебя союз, и звери полевые в мире с тобой». То есть все подчиняется Богу. «И узнаешь, что шатер твой в безопасности, и будешь смотреть за домом твоим, и не согрешишь». То есть Бог поставил человека над этими камнями полевыми, над зверями полевыми. Он создал его владыкой над этим земным миром. Но все это происходит, то есть владычество человека, когда человек принимает те условия, которые нам дает Бог. а если мы начинаем нарушать условия, которые перед нами поставил Бог, то мы все теряем. Говорят, что звери начали нападать на людей тогда, когда Каин убил Авеля. И звери унюхали человеческую кровь, кровь Авеля, и они стали рычать и бросаться на Каина. А до этого животные были таком полном повиновении. то есть любое смертоубийство притягивает бесов, демонов, потому что оно уподобляет человека, первому человеку убийцу, а таковым является дьявол. И увидишь, что семя твое многочислено, то есть когда Господь тебя просветит, и отрасли твои как трава на земле, семя твое, это дети, отрасли, это внуки и правнуки. Войдешь во гроб в зрелости, как укладываются снопы пшеницы в свое время. В зрелости, то есть твои силы не оскудеют до твоей старости. Как сказано в Библии, о старости доброй, когда праведные и в старости цвели перед Богом. Вот что мы дознали, то есть это то, что мы выяснили, так оно и есть. Выслушай это и заметь для себя. И далее мы читаем комментарий святителя Григория Двоеслова, это на 17 стих. Давайте прочитаем 17 стих. «Блажен человек, которого вразумляет Бог, и потому наказание вседержителево не отвергай». И святитель Григорий Двоеслов, Папа Римский пишет, «Блажен человек, которого вразумляет Бог, самый высокий добродетель, чтобы избежать грехов, так, чтобы они никогда не были сделаны». То есть высокая добродетель — это не повторять грехи. А вторая, чтобы по крайней мере изменить их, когда они были совершены. То есть иногда мы можем загладить вину своих преступлений, как помните Закхей сказал, «Если я кого обидел, то-то, то-то сделаю». Далее святитель Григорий Великий пишет, «Но по большей части мы не только никогда не избегаем того, чтобы вообще не грешить, но мы даже не открываем наши глаза на них, то есть на грехи и преступления, когда они совершаются. И ум грешников окутан тем более глубокой темнотою, чем больше он не видит своей собственной слепоты». То есть очень важно, когда мы можем рассмотреть грех не в соседе, а в себе самом, потому что самая ужасная слепота, прелестная слепота, это не чувство собственных грехов. Далее Папа Григорий пишет, «Поэтому очень часто происходит, что по щедроте Божьего дара наказание следует за нечестием». То есть это щедрость Божия, когда наказание следует сразу за нечестием, чтобы как бы остановить нас. А бичи, то есть продолжительное наказание, открывают глаза беззаконных, которые собственной безопасностью были ослеплены посреди злых путей. То есть Господь как бы их не наказывал, и они были ослеплены вот этой безопасностью, да у нас все хорошо. Это там у соседа дом горит, какие-то вооруженные люди там бегают. И чтобы ты прозрел, теперь тебе Бог посылает то же, что у твоего соседа. Ибо бездеятельная душа, то есть которая никак не реагирует на обличение совести, а совесть это глаз Божий в нас. Папа Григорий продолжает, ибо бездеятельная душа получает удар бича для того, чтобы ее стимулировать, и чтобы тот, кто пал, находясь в самонадеянной безопасности, твердость непорочности, мог заметить после того, как пострадает и будет уложен ниц. О чем это? То есть когда мы падаем, мы начинаем оценивать непорочность тех, которые не упали. А до этого нам казалось, что как бы все в одинаковом состоянии, но после того, как мы пострадаем и будем уложены ниц, не просто уложены, а лицом вниз, как котят иногда мордочками так тыкают в некую субстанцию. Итак, сегодня мы сделали обзор пятой главы книги Иова. подписывайтесь на библейский портал, чтобы вовремя получать информацию о новых беседах. Речь этого друга Иова кончилась. В следующий раз, если Господь позволит, мы выслушаем ответ самого Иова. С Богом! Иова Нова Нова Продолжение следует...